Добрый день друзья, добрый день зрители канала. Сегодня у нас наступило лето, или еще неделю назад, но уже у всех летнее настроение, отпуска, все хотят уже отдохнуть. По аквариуму уже что говорить, в принципе, нечего, вы все сами видите. Единственное, что сегодня вырвал я весь центр, потому что в одни корни уже вырастут новые ростки, дергаю окончательные и поменяю весь центр на новые побеги. Но передача сегодня не об этом, вы меня просили много раз сказать, какие были ошибки при запуске этого аквариума. Ну вот как полгода прошло, вот я добился того результата, который мне в принципе нравится. Ну и если хотите мое мнение послушать по поводу того, что и где и как, я вам могу сказать. Ну что, хочется в первую очередь сказать ошибки, ну как таковые, я думаю, что я как бы даже и не ошибался. Но я же говорил в первых передачах, что мы будем делать эксперимент определенного рода, но оно так и получилось у нас. Ну ошибки как? Они были, конечно, но они заключались только в том, что я чересчур эмоциональный, импульсивный человек. Мне нужно было, если кто смотрел предыдущие передачи или первые передачи после запуска, я тут сражался с белесостью воды, сражался с фильтрами, со всеми делами. Ну по большому счету, вот то, что сейчас из этого всего получилось, это как бы, я считаю, даже не ошибка, но это своего рода достиг я какого-то определенного результата. Но в принципе для тех, кому интересно, могу сказать, например, вот по поводу, хочу рассказать по поводу аквариума, фильтров, грунта, воды и всего остального. Ну вот что касательно аквариума, ну вот это Ювель 450 LED, я уже говорил, что это не 400, никакой не 50, это тот же Рио 400, просто сейчас рекламный ход они сделали, писали, что это LED и померили наружные объемы аквариума. Конечно, получается 450, но фактически здесь воды где-то 340 литров, ну для вашей информации. По поводу фильтров, кто помнит, я уже тут так нервничал, покупал, помимо внешнего, наружного, внутреннего фильтра Ювеля, который здесь стоит, я еще купил JBL 900, хотел все быстренько запустить и все остальное, и одной из ошибок было то, что я при запуске забыл просто добавить бактерии, которые фильтр запускают. Просто забыл, не знаю почему забыл, но вот так получилось. Начал их добавлять через неделю, и в принципе созревание фильтров затянулось у меня там на плюс 2 недели еще. Поэтому, ну вот это ошибка. Еще одна ошибка, которую я делал, никогда ее не делайте, это точная ошибка, я боролся тут с нитчатыми водорослями, были тут у меня чудеса на виражах. Я что сделал, через 2 недели спустил вообще по почти 100% воды и залил новую. Никогда так не делайте, я остановил созревание аквариума еще на неделю, наверное. Ну и в итоге я где-то потерял 3 недели в связи с этим, поэтому вот такая вот история. Ну а все остальное, это даже не ошибки, это мой эксперимент, вот я хотел добиться того, что я добился, и в принципе мне все нравится. По поводу советов по Амазонии, ну вот я считаю, что вы можете сами видеть, что это конечно максимально продукт, который даст вам возможность маневрировать. Вы знаете, у вас будут расти растения, вы их будете подстригать, вы их будете пересаживать, не бойтесь их пересаживать в грунте Амазон, ничего в этом страшного нет. Да, грунт мутнеет, кто видел передачу, когда я вытаскивал здесь эхинодоросы, тут вода была коричневая, ну ничего страшного не происходит. Сифонить грунт не надо, это точно, потому что он легкий, он просто засасывается в колокол и вместе с илом вы засосете и верхний слой. Я уже молчу о полдере, потому что полдера у меня здесь нет. Поэтому по поводу грунта, вот вы знаете, вот еще имейте ввиду, если хотите запускаться, вот вы будете искать в интернете, сколько же вам нужно, например, грунта для этого аквариума. Но я посчитал, у них специальная шкала есть, сколько грунта для какого размера аквариума нужно. Я говорил, что я для этого аквариума покупал 7 мешков соила, ну реально здесь 5 мешков хватит с головой. По поводу PowerSense Special, который я сюда как подложку использовал, использовал здесь 18 литров. Ребята, здесь 12 литров с головой бы хватило. А можно просто идти там в районе 9-10 литров положить, если хотите поднять грунт, купите обыкновенного пустой лавы джебелевской и выровняйте высоту. Поэтому по грунтам, по грунту, грунт, конечно, замечательный. По всем добавкам, я вам рассказывал, что я искал те добавки, которые были раньше, которые теперь сняты с производства. Вот они сняты с производства и вообще не заморачивайтесь. Предлагаю там Bacter 100, Clear Super и так дальше. Вот этим пользуйся. Этого будет настолько достаточно, что тут такой запас прочности по всему, что я даже не знаю, как его можно нарушить. Поэтому по грунту Ада, ну это исключительно, мне нравится это все дело, тут вопросов нет никаких. Он не закисает, ничего с ним не происходит. Ну все прекрасно и замечательно растет. По CO2, ну я говорил, что CO2, я тоже CO2 не сразу запускал. Но вот у меня сейчас по CO2 даю два всего пузырька в секунду, потому что, ну вы видите, тут я ведергиваю, ну каждую неделю подстригаю много, много подстригаю. Поэтому чуть-чуть убрал я добавки по вот этим вот, которые я перечислял. Тут их много, их четыре компонента всяких разных. Убираю, не добавляю каждый день, делаю это через день. Удобрение, оно и так все растет. Вы, кто будет этим заниматься и пользоваться, вы тоже поймете, что не нужно там лить каждый день. Это все, потому что по растениям видно, что нужно, чего не хватает, что нужно добавить, что нужно убавить. По поводу света по этому аквариуму, ну вот смотрите, опять же, если вы хотите вот такой аквариум, как у меня, где очень много растений, имейте в виду, что стандартный свет стоял ледовский. Да, одна рампа стояла, все, она светила, вопросов нет. Если кто-то не любит там такое количество растений в аквариуме, вам одного одного светильника хватает. Если вы хотите делать полуголландцы или там голландцы, вот имейте в виду, что вам нужно будет добавить еще один светильник. Поэтому вот ситуация такая. По поводу фильтров, вот вы можете сказать, ты же не пробовал, поэтому как ты можешь сказать. Я вот 95% даже больше даю, что для этого аквариума вот с этими рыбами у меня где-то штук 120 получается. Ну вот так вот где-то. Вот я считаю, что когда все заработало, вот этого внутреннего фильтра вполне достаточно для этого аквариума. Поэтому я и в комментариях писал, и у меня люди спрашивали, вы спрашивали, хватит ли этого внутреннего фильтра. Я 95% отдаю, что хватит. Да, у меня стоит JBL, я много раз говорил, что мне не нравится. Тут 901 JBL стоит, он прокачивает. Каких 900 литров не прокачивает, там хоть бы 300 литров было. Ну и то, ну не знаю. Ну как бы убирать-то я, конечно, уже не буду ничего. Но вот такая у меня система работает. По фильтрам, что я хочу сказать, подобавлял я в фильтр еще некоторые элементы, которые, в принципе, производитель, конечно, не рекомендует добавлять. Но я добавил, потому что мне казалось, что это лучше. И тем не менее, знаете, как сказать, лучше не лучше, все работает. Поэтому это такой вопрос. А что я добавлял, я еще добавлял, уже много раз говорил, это американская компания СШМ. Я добавлял во внешний фильтр, во внешний фильтр добавлял вот Матрикс, ну это наполнитель. А во внутренний фильтр добавил СШМ Пуриген. Вот такой пакетик есть, можете посмотреть в интернете. В принципе, вот такая вот у нас история. По растениям у нас, ну кто знает, тут росло у нас все, у меня были проблемы с криптокариной. Но знаете в чем? Я тут вот лето настало, отключил нагреватель, потому что у меня и так температура тут большая, под крышкой держится, практически до 28 догоняет. Я начал наблюдать, что вот у меня была проблема с криптокариной, это плавило листья, ну как криптокариновая болезнь. И что заметил, вот как температура больше там 27 у меня повышается, начинает проблемы становиться с криптокариной. Ну вот, а так, в принципе, что могу сказать? Ну какие ошибки? Какие ошибки, можно сказать? Ну ошибка, ну если это считать ошибкой, мне выписали, зачем ты купил фон, если его все равно не видно. Ну да, его не видно, но в принципе, если вы хотите голландца, если вы так будете закрывать весь задний план, то, конечно, вам не нужно покупать там фон и все остальное достаточно просто темной пленки наклеить. Поэтому ситуация с этим вот такая. Вот, в общем, ошибка нету, я не считаю, что я ошибся, поэтому я считаю, я добился того, чего хотел. В принципе, чего и вам желаю, если у вас, вы хотите вот заняться такой темой, аквариомистикой, всего можно добиться, ничего тут в этом нет. По поводу вот низкопокровки, почвопокровки, вот у меня лилиопсис растет, но вы видите, тут вообще уже темень, ну и света абсолютно нет. И тем не менее, он везде, лилиопсис растет. Ну полянка здесь есть, здесь есть все. Поэтому ошибки, ошибки какие? Просто надо, кто занимается аквариомистикой, аквариомистикой, когда вы занимаетесь, когда вы добиваетесь того, что хотите, вы что делаете? Вы приходите и расслабляетесь, смотря на него, но я не могу, у меня эмпирамент такой, что мне нужно что-то сделать. Поэтому, когда приходил и смотрел, что вода мутноватая, надо было что-то делать. Поэтому, ошибки или не ошибки, но судите сами, вот так вот у меня получилось. По воде, ну по воде, у меня как и было, я все время об этом говорю, вот как стабилизировалась, 5 месяцев назад у меня вода, все в одном режиме у меня есть. По показателям воды, но я не мерял ее даже, но я просто так ее вижу, как там она реагирует, растение, все остальное. В принципе, по нитрату у меня 10 единиц где-то нитрата, но нитрита, понятно, у меня нет. Общая жесткость у меня, ну она вот такая низковатая, конечно, где-то 3-4, ну в районе 4-3-4 общая жесткость у меня. По КАШу, ну КАШ такой, знаете, пограничный у меня, 6,5-6,8, ну в принципе нормально. И по КАШу, КАШ чуть-чуть низковатая она, а нет, прошу прощения, КАШ у меня, КАШ у меня 6,8, а КАШ у меня получается четверка. По всем остальным показателям они все в норме, я, честно говоря, не меряю никаких тут, у меня целая куча, если хотите посмотреть тут этих препаратов, ну не меряю, я потому что я вижу по растению, что тут у меня есть, ничего я тут особого не добавляю, ничего не делаю, немножко тут беспорядок, извините, но есть у меня все тесты на все, что там возможно и невозможно. Поэтому вот такая ситуация. В принципе, что хотел сказать еще, нравится мне аквариуммистика, некоторые, знаете, задавали вопрос, ну хорошо, вот ты сделаешь аквариум, вот добьешься своего, а что дальше, что снимать будем? Ну что снимать будем? Ну будем снимать, вот наблюдать за этим аквариумом, что у нас будет происходить. И для тех, кто досмотрел до конца этот выпуск, хочу вот вам кое-что сказать. Вот смотрите, вот у меня здесь есть еще место. Здесь у меня 2,70, 2,70. Я хотел еще один такой аквариум сюда, и между еще какой-то аквариум, и хотел сделать там, например, здесь цихлидник, а здесь еще что-нибудь захотел. Ну, думал-думал, какой цихлидник, но если мне нравится такое, зачем я буду делать цихлидник. И поэтому, друзья мои, я заказал стекла на аквариум длиной 2,5 метра. Буду его клеить сам, тумбочку буду делать сам, свет я буду делать сам, все я буду делать сам. Конечно же, я все это вам, безусловно, покажу. Постараюсь скопировать, ну я не постараюсь, я ее просто скопирую, мебель такую, как есть на ювеле. Крышку скопирую, но чисто визуально будет она тоже белая, с каким-то черным верхом. Будет этот аквариум длиной 2,5 метра, 750 литров у него будет объема. Фильтр у него будет Эхейма 2180 термо, но это самый большой и самый мощный, который есть в линейке Эхейма. По свету у меня будет Чехирос, но хотел я ставить JBL Натюр, ну вот новые светодиодные светильники. Ну, понимаете, какая ситуация, я не знаю, какая у него интенсивность освещения, в принципе, его может не хватить. И получается, мне нужно будет какие-то эксперименты проводить по свету. Ну, в принципе, я подумал, один светильник стоит 240 евро, я их сразу буду ставить 2, если не хватает еще 2, ну 1000 евро на свет, как бы, многовато. Это вот Чехирос, в принципе, я посмотрел, неплохие дают результаты. Возьму 2 светильника по Чехиросу, если что-то будет не хватать, в крайнем случае поставлю RGB. Поэтому будем маневрировать, будем что-то делать по фильтру, в этом фильтре, кто знает, кто не знает, 2 шланга забора воды. Буду ставить лилипайп, делать буду так, чтобы там никаких лишних у нас шлангов, трубок в аквариуме не было. Будет голландец, ну, я думаю, будет голландец или минимум будет вот что-то в этом духе. Поэтому, что, начинаем, на следующей недельке, надеюсь, начну делать тумбу, начну делать новый проект. Поэтому, кому интересно, ставим, кому понравилось, ставим лайк, и кому интересно, чем мы дальше будем заниматься, подписываемся на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok